Мировая коммунистическая революция Это наша уже традиционная тема, уже, насколько я помню, третий раз, третий год мы эту тему разбираем, рассматриваем. И очень часто многие товарищи, даже которые являются сочувствующими трудовому народу, считают, что коммунизм — это только теория, что коммунизм — это в прошлом, что с уничтожением Советского Союза, а коммунизм ушёл чисто в теоретическую плоскость. На самом деле достаточно оглянуться вокруг, в мировом пространстве, в планетарном пространстве, оглядеться, как становится очевидным, что существует, развивается, успешно развивается мировая коммунистическая система. Мы к этому, конечно, подойдём, к рассмотрению мировой коммунистической системы, но начнём по хронологии. Мировые революции — это в истории человечества сейчас происходит не первая отнюдь мировая революция. Первая мировая революция была переход от первобытно-общинного, первобытного коммунистического общества к рабовладельскому обществу. Это в тех странах, которые пораньше начали переход. Это мы знаем из истории, это древний Кипит, Междуречие на территории Китая. Затем следующее, длилась эта революция тысячи и тысячи лет. Сама революция длилась тысячи лет. Произошла она около десяти тысяч лет тому назад. Становление, переходный период был очень и очень кипит. Вторая мировая революция — это переход от рабовладельческой общественно-экономической формации к феодальной формации. Следующая, как мы понимаем, от феодальной к капиталистической. И длился этот переход, мировая буржуазная революция, мировая капиталистическая революция длилась с XVI века. Ну и одна из последних революций буржуазных в нашей стране в 1917 году. Февральская революция — это одна из последних крупных буржуазных революций, которые были совершены на нашей планете. То есть, посмотрите, более трех столетий длилась буржуазная мировая революция. Началась, как мы знаем с вами, в Голландии. Затем следующий этап — это Англия. Затем укрепление и уже становление именно как мирового процесса — это Франция. Ну и затем уже распространение, в том числе посредством войн, можно сказать, революционных войн. Ну там уже и революционные, и одновременно там уже эрекционные моменты были. Наполеоновские войны быстро, достаточно распространили эту мировую революцию на весь европейский, европейский, ну почти что на весь европейский континент повлияло, в том числе и на царскую Россию определенное влияние оказало. Не случайно потом выступления декабристов были. Ну и потом Соединенные Штаты, в которых тоже такое смешение рабовладения и капитализма произошло, но тоже вот так победила буржуазная революция больше трёх столетий. Тот же 1917 год ознаменовался величайшим событием, процессом в мировой истории. Произошла коммунистическая революция, первая в мире коммунистическая революция. Но попытка этих революций была раньше, я говорю об успешной революции. То есть Парижская коммуна была первой, конечно же, но она не завершилась успехом. Первая успешная коммунистическая революция — это революция в нашей стране по старому стилю октябрь 1917 года. И с того времени человечество вступило в эпоху перехода от капитализма к коммунизму. То есть мы сейчас живём в эту эпоху уже более ста лет, 104 года уже, как живём в этой эпохе. Капитализм создал условия для перехода к коммунизму. Можно рассматривать формационную систему, как мы знаем с вами, пятизвенную, я её назвал, в принципе. Это первобытно-общинное, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм. Можно рассматривать как трёхзвенную, то есть неэксплуататорское общество, первобытный коммунизм, затем эксплуататорское общество, объединить три формации эксплуататорские и возвращение на новом уровне к неэксплуататорскому обществу, к коммунизму. Капитализм создал условия для перехода к коммунизму. Какие это условия? Прежде всего, развитие производительных сил. То есть основная миссия капитала, основная миссия капитализма – всемирное развитие согласно Марксу. Маркс выяснил эту истину своим титаническим трудом и воплощённый прежде всего в капитале. Энгельс также очень серьёзный вклад сделал в теорию марксизма. Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин. Произошло именно создание предпосылок к переходу к коммунизму. Развелись производительные силы до такой степени, что были созданы материальные основы для создания коммунизма. Это средства производства и главная производительная сила рабочих классов. Не случайно революция успешная произошла именно в России, потому что очень высокая концентрация производств, высокая концентрация рабочего класса, при том, что Россия не была самой развитой капиталистической страной, а по политической системе это вообще была, по сути, ещё феодальная страна, царизм, одна из последних абсолютистских монархий. Но вот эти противоречия настолько обострились, что произошло именно в не самой развитой стране. Слабое звено было разорвано капитализма и произошла Великая Октябрьская Советская Коммунистическая Революция. Так можно назвать то, что привыкли назвать Великой Октябрьской Социалистической Революцией, это тоже правильно, естественно. Но, по сути, это Великая Советская, потому что именно Советская власть, диктатура политариата в форме Совета, коммунистическая революция. По сути, это коммунистическая революция. Как мы знаем с вами, социализм есть коммунизм в первой фазе его развития. Но капитализм не просто был капитализмом таким, как был в XIX веке, это уже другой капитализм был. Очень значительная работа Владимира Ильича Ленина, империализм как высшая стадия капитализма. Там дана не просто характеристика, раскрыт новый этап развития капитализма, государственно-монополистический капитализм, который характеризуется высочайшей концентрацией производства, возникновение монополий. Это не тот капитализм так называемой свободной конкуренции, который был в XIX веке, в начале XX века это уже был государственно-монополистический капитализм. То есть это монополии, которые уже сращивались в государстве. И для них это было характерно то, что империи раньше были, даже британская империя, другие империи, но капиталистическая империя нечто другое. Здесь уже господство не только политическим и военным образом, а экономическим образом происходило господство. То есть мир был уже поделен между империями. Большая часть мира, до 90% мировых территорий были поделены, и акватории в том числе, были поделены между империалистическими государствами. Какие это империалистические государства были? Это прежде всего Великобритания, Соединенные Штаты Америки, или назывались Североамериканские Соединенные Штаты. Это Германия, это Франция, Австро-Венгрия, Российская империя, Италия тоже претендовала на статус империи, но там много чего еще не хватало для того, что вполне и характеризовалось чем? Тем, что уже вывоз капитала превалировал, преобладал над вывозом товаров. То есть основной был уже не вывоз товаров из этих центров империализма, а, ну, конечно, японский империализм я еще не назвал, а вывоз именно капитала. Мир был поделен, и осталось, как только можно было переделить, по капиталу, по силе капитала. Германский капитал усиливался и, конечно, требовал, чтобы был передел. И не случайно Германская империя являлась инициатором Второй мировой войны, Первой мировой войны. Ну, и поддержала Австралии. И Владимир Ильич Ленин раскрыл капитализм, и, прежде всего, капитализм в империалистической стадии его развития, раскрыл как канун революции. Ну, так, то есть империализм – это источник войн, это сейчас мы видим. И империализм как канун революции. То есть между государством монополистическим капитализмом и коммунизмом уже других ступеней нет. То есть государство монополистическое капитализмом создало условия для перехода к коммунизму. Переход этот возможен только революционным путем. Естественно, революции могут быть и мирными, хотя, конечно, предполагается вооружение масс народных, но может быть вполне мирными. Кстати, революция, очень кстати, революция непосредственно в России произошла в октябре 1917 года достаточно мирно. То есть практически никто не может назвать жертв этой революции. Если февральская революция 1917 года, жертвы похоронены на Марсовом поле, то я не знаю, по крайней мере, где есть захоронение жертв погибших в октябрьскую революцию. То есть именно в период, когда была взята власть, и власть, как мы знаем, взята была не для того, чтобы какая-то партия главенствовала, господствовала, а власть сразу же в Советы, Второй съезд Советов провозгласил, соответственно, советскую власть. Было избрано, назначено правительство во главе Владимира Ильича Ленина, Совет народных комиссаров, и состоялась первая в мире успешная коммунистическая революция. Условия были созданы как материальные условия, как всем развитием капитализма, так и были определенные субъективные условия, этим субъективными условиями было создание серьезной, дисциплинированной, идеологически стойкой и имеющей именно идеологию марсистско-ленинскую, можно сказать, марсистско-ленинскую идеологию, партия рабочего класса, российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, которая и организовала данную революцию и переход в власти, создание советской власти. Советы были созданы, как вы знаете, до того, это вовсе не большевики придумали советы. Советы были созданы самим рабочим классом. В Иваново-Вознесенске первые советы, которые возглавляли большевики, Михаил Васильевич Фрунзе был среди них очень активным руководителем этих советов. А затем уже в процессе февральской революции были созданы советы, в том числе очень активный Петроградский совет, в котором большевики вовсе не представляли большинство. А там в основном были эсеры и меньшевики. Но только затем уже, уже после событий лета 17-го года, большевики усилили свое влияние. Благодаря чему это было возможно? Потому что советы формировались по производственному принципу. То есть сами производственные коллективы, рабочие коллективы отозвали, убрали из Петроградского совета меньшевиков эсеров и направили туда большевиков, программы которых и действия которых соответствовали именно интересам рабочих Петроградов. Ну и не только в Петрограде и в Москве. Но в Москве не так это произошло мирно, там были бои. Понятно, что такое не могло происходить сугубо только лишь мир. Великая Октябрьская коммунистическая, Советская коммунистическая революция – это начало современной эпохи перехода человечества в коммунисты. Примерно до середины 30-х годов был создан коммунизм на территории нашей страны. То есть Советская Россия, затем Советский Союз стали первой коммунистической страной. Переходный период мы знаем, чем ознаменовался. Это борьба укладов. Это не значит, что произошла революция, потом на следующий день возник коммунизм. Нет. Государство коммунистическое, государство социалистическое, государство диктатуры Патрията призвано создавать коммунизм. То есть в результате национализации собственности, в природе буржуазии, крупной, средней буржуазии, была создана государственная собственность, на которой еще недостаточно это для того, чтобы она стала коммунистической собственностью, общественной собственностью. Для этого необходимо, чтобы государственная собственность была объединена в единый организм, под единым началом и, самое главное, в интересах рабочего класса. Потому что рабочий класс является выразителем интересов всех трудящихся, коренных интересов всех трудящихся. Это очень существенно. И именно проходя через НЭП, новую экономическую политику НЭП, если бы не было гражданской войны, этот НЭП бы тоже не было. То есть было бы естественное такое развитие от государственной собственности, национализированной государственной собственности, как в форме общественной собственности и отдельная собственность на средства производства крестьян, также объединялись бы в кооперативы и произошло бы постепенное становление общественной собственности. Другие уклады бы уступили ввиду своей неэффективности. Какие уклады бы? Ну, это характерно для всех стран переходного периода с различными особенностями. Это прежде всего уклад коммунистический, то есть это та национализированная собственность, та государственная собственность, которая уже подчинена интересам рабочего класса. Затем есть капиталистический уклад, есть государственный уклад, который еще не подчинен интересам рабочего класса, государственный капиталистический уклад. Есть, соответственно, мелкобужуазный уклад и патриархальный. Ну, патриархальный не будем рассматривать, понятно, там натуральное хозяйство, хотя в России такое, он был довольно значительное место, занимал. В результате переходного периода, правильной политики, которую проводили большевики во главе со Сталиным, коммунистический уклад начал занимать все больше и больше места, влияние. Была введена система планирования, начиная от плана ГОЭЛРО, затем пятилетние планы, но, к сожалению, так и не дошли до долгосрочного плана, тут явно помешала война, но потом и после войны, к сожалению, долгосрочных планов так и не было создано. Программы были, долгосрочных планов не было. Создание коммунизма в нашей стране, это спасло человечество от фашизма, которое могло бы вполне господствовать, если бы не встретило сопротивления нашей страны, коммунистической страны, если бы коммунизм, советский коммунизм не победил бы немецкий фашизм вместе с сателлитами. То есть великую миссию выполнил Советский Союз, коммунизм в Советском Союзе, наши великие предки, победив фашизм. Некоторые говорят, вот не допобедили фашизм, сейчас приходится допобеждать. Допобедили тогда фашизм, победили. Иногда, знаете, говорят, выиграли в войне. Коробят от этих слов, выиграли в войне. Ну, как можно выиграть? Это же не игра. Победить, то есть одолеть беду, победить. Именно победили в войне. Ценой огромных жертв, в многом сознательных жертв, то есть коммунистов только погибло практически три состава партии. во время, сколько было еще покалечено, сколько было искалечено судеб, но наша страна победила. В результате этой победы коммунизм стал мировой системой. Причем нельзя сказать, что это был экспорт. Некоторые говорят, вот экспортировали коммунизм в Европу или в Азию. Да ничего подобного. Не ставилась задача опубликованной работы Иосифа Виссарионовича Сталина четко свидетельствует о том, что не было никакой задачи педалировать создание коммунистических режимов в странах Восточной Европы, и тем более в Азии. Конечно, предпосылка в том, что эти страны были освобождены, были какие-то оккупированы, то есть Генгрия, Германия были оккупированы, Восточная Германия были оккупированы, и Австрия. То наличие наших войск там, конечно, предпосылка очень хорошая для того, чтобы там был построен социализм. Но вначале были созданы вполне буржуаз-демократические порядки, буржуаз-демократические режимы, которые в результате того, что они показали свою сущность, рабочим, были потом изничтожены. Причём не то, что физически изничтожены, вовсе нет. Проходило по-разному в разных странах. Естественно, репрессии тоже были. Государство не может не проводить репрессии. Государство — это другое государство, есть диктатура. Но во многом это было вынужденное создание, потому что это был ответ на то, что на Западе создавался и создался агрессивный блок НАТО, который сейчас агрессивен. Варшавского договора нет уже из-за предательства Горбачёва и же с ним. А западный агрессивный блок сохранился. Варшавский договор никогда не был агрессивным. Это видно по тому, как НАТО пытается дальше приближаться к нашей бронице. Вот только на днях Финляндия ещё вступила в НАТО. Это говорит об агрессивности этого НАТО. Была создана коммунистическая система, мировая коммунистическая система. Какие туда страны вошли? Польша, Польская Народная Республика, Чехословацкая, Социалистическая Республика, Социалистическая Республика Румыния, Пенгерская Республика, Югославия. Ну, Югославия несколько остранённо в этом участвовала. Там были противоречия серьёзнейшие достаточно. Албания. Это то, что касается Восточной Европы, Южной и Восточной Европы. Я считаю, более важные события происходили на Востоке, на Юго-Востоке по отношению к нашей стране. Коммунистическое движение в Азии, Юго-Восточной Азии, началось вовсе не в 45-м году, не со времен победы, не со времен победы Советского Союза над милитаристской Японией, в Манчжуре и на островах. Нет. В 20-х годах началось коммунистическое движение в Китае, во Вьетнаме, были движения социалистические в Корее, до Китая в целом. То есть эта коммунистическая революция в Китае происходила другим методом, нежели в буржуазной России произошла в 17-м году, социалистическая революция, которая свергла буржуазию. Около двух десятков лет китайские коммунисты боролись, бились вооруженным образом, бились за сохранение коммунистических начал, за создание коммунистических начал. То есть еще до переходного периода шла настоящая война между буржуазным правительством Гоминданом и Красной Армией, коммунистической партии Китая. То есть у них была Красная Армия, сейчас называется по-другому, национально-освободительная, Красная Армия, а тогда называлась Красная Армия. То есть это долгие десятилетия длилось, и только в 49-м году завершилось успехом. Разумеется, огромной помощью и предпосылкой условиям победы коммунистов в Китае, была победа нашей страны в исторической битве, просто превосходно проведенной не операции, а войне Советского Союза против милитаристской Японии. Причем предупредили Японию о расторжении, это не было нападение такое, знаете, как фашисты напали на нашу страну, вероломное, как называют, поломали веру, то есть договор заключили, а фашисты эту веру поломали, так скажем. а предупредили Японию о том, что расторгнут тот договор о ненападении, который был. И в августе 45-го года была проведена эта крупнейшая операция, в которой было только пленных сотни тысяч японцев, и именно после этого Япония капитулировала, то есть я бомбардировка атомной бомбы Михарасима Нагасаки не подвигла их на капитуляцию. Потом они капитулировали на своем острове, а манжурской армии они не дали команду Манжуре армии своей японцы капитулировали. Итак, коммунистическая революция в Китае происходила иным образом, нежели в нашей стране. В нашей стране это был переворот, буквально, который занял два дня, революционный переворот, который потом закрепление власти, установление диктатуры пролетариата. А в Китае и к которому пролетариату борьба за нее шла до 49-го года, начиная с 20-х годов и до 49-го года. Она шла при поддержке Советского Союза, но Советский Союз поддерживал, был период, когда поддерживал и буржуазное правительство против Японии, потому что воевал и Гаминдан против Японии, и Красная Армия. Одно время они вместе пытались воевать. В какой-то период это удавалось, затем снова предательская политика Гаминдана нарушили договоренность и снова пошли войной против Красной Армии Коммунистической партии Китая. И вот прошло уже после победы Советского Союза над Японией четыре года, больше четырех лет, диктатура пролетариата была установлена в Китае. В Корее это происходило тоже несколько иных способов, но здесь влияние, еще более значимое влияние нашей страны на победы над японскими милитаристами установление в Северной Корее. Затем, как вы знаете, была война Северной Кореи против многих держав по главе с Соединенными Штатами, в которой Соединенным Штатам не удалось одержать победу. Можно сказать, что корейский народ победил мощнейшего империалиста, сохранил свое государство. Во Вьетнаме бесконечные войны против японцев, затем против французских колонизаторов, затем мешали Соединенные Штаты. Ну что там делать этим Соединенным Штатам? А это есть четкое проявление фашизма на экспорт, фашизма во внешней политике. Это и в Корее, и во Вьетнаме Соединенные Штаты, империализм Соединенных Штатов мешался прямым образом своими вооруженными силами, вначале поддерживая южно-вьетнамский режим, Сайгона режим, затем просто-напросто свои войска ввел сотни тысяч солдат Соединенных Штатов Америки воевали против Вьетнама, уничтожили миллионы вьетнамцев, большей частью мирных жителей. Вот во Вьетнаме отстояли в такой тяжелейшей борьбе, отстояли социализм, отстояли коммунизм. Что происходило? То, что происходило и, соответственно, в Лаосе, ну и в Камбодже. Также были был создан социализм, но еще, конечно, переходный период. Если в Корейской Народной Демократической Республике социализм в первой фазе его развития, то в Китайской Народной Республике, в Социалистической Республике Вьетнам, в Лаосской Народной Демократической Республике, там переходный период еще от капитализма к коммунизму. Что в это время делается на Западе коммунистической системы? То есть создана система коммунистическая, создан Варшавский договор для защиты этой системы. В то же время довольно быстро на Западе стали проявляться контрреволюционные тенденции. И причем еще уже в сороковых годах это в Германии проявлялось, что понятно, там еще нетабиты фашистов были. Но, конечно, причиной этого является то, что происходило в Советском Союзе. В Советском Союзе, который выдержал, победил в тяжелейшей войне, в самой тяжелой войне в мировой истории человечества, конечно, в какой-то мере было ослаблено государство, лучшие сыны, многие лучшие погибли на фронте, были покалечены и вышли так на первый план, возглавили после смерти Сталина, возглавили страну такие люди, как Рущев, его комарилья, которые, он не знает, что они написали вообще, если кто-то знает хоть одну статью Крущева, которую не помощники писали, он сам написал, то есть человек идейно неподготовленный, идейно нестойкий, который якшался с троцкистами, потом винился по этому поводу, говорят, репрессии широкие были, но вот оказывается недостаточно широкие оказались в отношении Крущева. Не добрались руки до такого троцкиста, как Крущев. В результате ревизии марксизма-ленинизма, который начался довольно быстро после смерти Сталина, уже в 56-м году на 20-м съезде, печально знаменитый доклад о культе личности Сталина, хотя о каком культе личности можно было говорить, это не культ личности Сталина, это, наверное, культ личности должности был, потому что эту рубашку попытался на себя одеть Хрущев, но она оказалась ему явно не по размеру, пытался свой культ создать, никакого культа не получилось, кто-то зло пошутил, что был культ личности, но была и личность, хотя я уверен, что неправильно говорить о культе личности Сталина. да, были моменты тяжелые, когда должна была быть определенная вера, уверенность людей в какую-то личность, связанную с победами, которые великие, были одержаны победой в индустриализации, в обобщислении сельского хозяйства, в Великой Отечественной войне, это правомерно ассоциировалось с личностью Сталина, но сказать, что это именно был культ личности как таковой, если был бы культ личности, никто бы его не смог бы развенчать или еще что-то, раз это удалось, не было культ личности, а был культ должности, которую, к сожалению, использовали против социализма, и вот этот доклад, который вроде бы как для служебного пользования, за рубежом стал быстро известен, он повлиял на то, что активизировались контрреволюционные силы везде, в тех странах, которые были заражены раньше фашизмом, в Венгрии, но не только в Венгрии, в Германии восточные проходили эти процессы, и в Польше, но наиболее отчетливо в Венгрии, контрреволюционный мятеж, да можно сказать профашистский даже мятеж, в котором они быстро перешли к репрессиям, они убивали коммунистов, они издевались над женами офицеров, избивали, убивали мирных жителей, и пришлось тому же Крущеву дать указание Политбюро на подавление этого куча, на подавление этого фашистского мятежа. И там, кстати, послом был в это время Андропов, он тяжело очень пережил, на нем это сказалось, то, что он все это видел, как это все происходило, какие жестокости. Очень тяжелый процесс, и после того, как это было подавлено, очень сложно восстановление. Затем 68-й год, что несколько по-другому, уже вроде как мирно, Пражская весна, так все замечательно. Тоже последствия чего это Пражская весна? Это последствия ревизионистского курса отказа от диктатуры Патриата Крущева, ну и та экономическая реформа, я бы сказал бы антисоциалистическая реформа, которая проводилась уже в 64-м, 65-м году, но она была зачата еще в Прихощеве, и продолжалась реформа антисоциалистическая, где на первое место выдвинули прибыль, получение прибыли, конечно, была деформация социализма, разрушение во многом системы управления, которая началась еще в Прихощеве, когда были отдельно партийные органы сельские, отдельно городские, до такого бреда дошли, когда возврат к переходному периоду сабнархозы были воссозданы тоже полнейшая идиотия, были разрушены многие министерства и вертикальные связи. Вот удивительно, как мощно был создан социализм в Советском Союзе, что 30 лет понадобилось для того, чтобы разрушить переходного периода от социализма капитализма, который начался в 61 году на 22 съезде, когда правящая партия отказалась от руководящего принципа, от диктатуры полетариата, от государства, диктатуры рабочего класса, ну и соответственно начался переходный период к капитализму и четкий показатель, индикатор это событие 62-го года в Новочеркасске, когда как могла рабочая власть дать команду расстреливать демонстрации рабочих, которые были возмущены совершенно правильно повышением цены и снижением зарплат. Владимир Ильич Ленин говорил, что если рабочие властуют во время государства рабочих, то тут два варианта, либо рабочие неправы, тогда им надо объяснить, что они неправы, и коммунисты должны суметь это сделать, либо рабочие правы, и тогда надо делать так, как требуют рабочие. В 62-м году в Новочеркасске не было сделано ни того, ни другого, никто с ними не собирался говорить, войска отказались непосредственно выполнять, но там нашли тех, кто это выполнил. А потом еще после этого и судили еще те, кто был наиболее активен среди забастовщиков, среди тех, кто выступил с требованием. То есть судили и расстреляли людей, расстреляли рабочих. Это, конечно, так рабочий государств не могло поступить. Это свидетельствует о том, что это уже не было государством, действительно не было государством диктатура культуре. И вот, конечно, после этого и 68-й год в Чехословакии довольно понятно, почему это происходило. После 68-го года в Чехословакии конечно, были некоторые подвижки правильные, в том числе в идеологии, но до такой степени не вернулись на правильный путь, и ревизионизм продолжался в переходный период от социализма к капитализму, который завершился в 91-м году. В то же время в Китае тоже были свои проблемы. Мы знаем, конечно, о том, что были определенные перегибы, но это не странно для страны, в которой еще был не очень большой рабочий класс, не было такой традиции столетий рабочего движения. Во многом в том же в идеях Маоа были мелкобуржуазные черты, были моменты таких и националистических черты, но Китай это преодолел. Сейчас Китай находится в переходной периоде, они не суетятся. Заявлено в программе, что столетие нужно для того, чтобы Китай стал социалистическим. Сейчас многие путаются в этом, как это социалистическая страна, но не построен социализм. В Китае сейчас переходный период от капитализма со своими особенностями. Кроме того, еще Советский Союз, вместо того, чтобы остаться социалистическими, подставлять плечо где-то и вместе помогать строить социалист хотя бы идейно, сам сбился с пути, Хрущев сбился с пути. Кстати, со стороны Мао Цзадуна была правильная критика, совершенно правильная критика отхода от диктатуры пролетариата, отхода от идей марсизма-ленинизма. здесь Мао проявил себя вполне марксистом в этой критике. И вот сейчас Китай наряду с тем, что те же пять укладов, которые я говорил, то есть коммунистический уклад, государственно-капиталистический уклад, частно-капиталистический уклад, мелкобуржуазный уклад, патриархальный, внутри частно-капиталистического уклада есть еще и частно-монополистический уклад. Вот такая особенность в Китае. То есть по сути пять укладов в том, что в одном укладе еще один как бы под уклад, ну может быть аж шести укладах, но это все равно является капиталистическим укладом. И конечно идет борьба, во многом она не очевидна, ясно, что идет классовая борьба, борьба этих укладов. Но надо сказать спасибо мировому империализму, спасибо к нашу кавычку, что стимулирует к тому, чтобы китайские коммунисты в большей степени начинали работать над самостоятельностью китайской экономики на тем, чтобы развивалась внутренняя экономика, не просто экономика, на экспорт, что преобладало в 90-е годы, в нулевые. Сейчас все больше и больше китайская народная республика повернута к своим нуждам, ставит задачу по достижению, по ликвидации бедности. Практически они уже считают, что как социальное явление, они с бедностью, такой нищетой в принципе покончили. Сейчас ставится задача выйти на среднюю развитость. Вот представьте себе, что будет, когда Китай выйдет на среднюю, станет как среднеразвитой страной. Несколько цифр. Если в 1980 году валовый внутренний продукт, это не очень четкий показатель, но других к сожалению нет. Валовый внутренний продукт Китайской Народной Республики составлял примерно 1 триллион долларов. В это время валовый внутренний продукт Советского Союза составлял 3 триллиона долларов. Соединенных Штатов 9 триллионов долларов. Сейчас диспозиция такая. Соединенные Штаты порядка 20 триллионов долларов валовый внутренний продукт это по паритету покупательной способности. Это сравнивается не просто в номинале в денежных единицах, а ближе к натуральному показателю, то есть сколько можно купить по паритету покупательной способности, сколько можно купить на 100 долларов в Китае и в Соединенных Штатах. В Китае можно купить в раза в два больше на 100 долларов, чем в Соединенных Штатах. Другой уровень цен. А в России примерно в три раза больше можно на 100 долларов купить, чем в Соединенных Штатах. То есть такой курс, более близкий к реальному, был бы не 1 к 70 рублей за доллар, а где-то 1 к 25 рублей должен был бы стоить, если бы по паритету покупательной способности. В Китае в Соединенных Штатах сейчас 20 триллионов, Китай уже обогнал их около 21 триллиона долларов, а в России по-прежнему было 3 триллиона, но сейчас тоже 3 с чем-то триллиона долларов. Только теперь в России уже не в Советском Союзе, который насчитывал 270 миллионов человек, а в России где 147 миллионов человек и триллиона. То есть видите, какой гигантский рост дал социализм еще в переходном периоде, вернее переходный период еще от капитализма к социализму. Какой бурный рост при правильном ведении хозяйства, какой потенциал огромный, если даже переходный период от капитализма к социализму получается в 20 раз с 80-го года по нынешнее время в 20 раз увеличилась экономика Китая. То есть Китай сейчас самая мощная с экономической точки зрения страна по производству. По накопленному богатству, конечно, Соединенные Штаты еще опережают, а Соединенные Штаты сейчас являются единственным империалистическим центром. Если ранее я называл эти империалистические государства, которые боролись, сейчас такого нет. Сейчас есть единый империалистический центр под руководством Соединенных Штатов. Вполне империалистические государства остались в Великобритании, Франции, Германии, а Япония тут даже старается. Но они все подчинены Соединенным Штатам. Кто-то оккупирован, Япония, Германия, прямым образом оккупированы, Италия. В Италии военные базы тоже есть в Соединенных Штатах Америки. Кто-то находится под влиянием серьезнейшим, как Великобритания и Франция. Ну, Франция еще фрондирует периодически, но как только Макрон кто-то заявит, вроде создания европейской армии, так тут же выходят желтые или какие-то там жилеты, оранжевые там жилеты, и протестуют на улицах Парижа, в других городах, показывая, что Макрон тут что-то недопонимает. Что империалистический центр дает ему четкую указивку, что он тут неправ с точки зрения империализма, империалистического центра, которым является финансовый капитал Соединенных Штатов Америки. Итак, в Китае пять укладов, идет борьба этих укладов. В Китае есть планирование, то есть у них планы, которые являются обязательными для исполнения. Они, конечно, в то же время не так еще построены четко и подробно, как это было в Советском Союзе, но им удается реализовывать эти планы. К сожалению, долгосрочного плана Китайской Народной Республики тоже нет. Да, они мыслят стратегически, то есть они ставят задачи стратегические. Для сравнения просто, как эта стратегия работает, если еще 20 лет тому назад у них практически не было скоростных дорог, мы начинались только скоростные дороги строить, то сейчас больше половины скоростных железных дорог – это дороги в Китайской Народной Республике. За две недели в Китае производится цемент столько же, сколько в Соединенных Штатах Америки за год. Если по правилам внутренних продуктов, по квалитету покупательной способности Китайская Народная Республика уже обогнала Соединенные Штаты, то по промышленности обогнала уже лет пять тому назад. То есть по объему промышленного производства в натуральном виде Китайская Народная Республика является самым крупным производителем в мире. Население Китая – миллиард четыреста миллионов человек, Вьетнам – около ста миллионов человек, около двадцати пяти миллионов человек в Корейской Народной Демократической Республике, около шести миллионов человек в Лаосе. Ну и не забываем про революционную Кубу, которая сейчас, конечно, не очень уже революционная, но революция состоялась, там был социализм построен на Кубе. Причем, что интересно, видите, никакого участия советских войск непосредственно в революционном перевороте не было, а потом помогали, конечно. Все мы знаем этот Карибский кризис. А потом, когда Советский Союз предал не только себя, но и Кубу, Россия тоже отшатнулась, Ельцинская Россия, но сейчас возобновляются отношения, то, конечно, на Кубе вынуждены были перейти снова от социализма к переходному периоду. Сейчас Куба тоже находится в переходном периоде от капитализма к социализму. Но не как Советский Союз 61-го года от социализма к капитализму, а все-таки в правильном направлении идут кубинские товарищи с огромными трудностями. Им удалось сохранить государство, причем под боком у Соединенных Штатов Америки, там десятки километров всего лишь от Майами, и вот удалось сохранить кубинским товарищам социализм, социалистическое государство, ну и переходный период от капитализма к социализму. Разумеется, сейчас, получается, если просуммировать, больше полутора миллиардов человек, это кто живет в социализме, в социалистических странах, но в переходном периоде, за исключением корейской народодемократической республики, где социализм, остальные живут в переходном периоде от капитализма к социализму. Сейчас, конечно же, основной враг империализма – это Китайская народная республика. Здесь диалектика такова, что союзником Китайской народной республики является уржуазная Россия. То есть это, с одной стороны, объективно, но и субъективные моменты тоже очень важны. То есть капиталистический мир вовсе не един. Когда говорят, там, глобалистские тенденции, еще что-то, вовсе, Соединенные Штаты вовсе не господствуют над всей планетой. Над капиталистическим миром, частью капиталистического мира, да, господствуют, но это не над всем даже капиталистическим миром. Индия проводит довольно самостоятельную политику, конечно, там зависит она в значительной степени от наиболее разнообразных капиталистических стран, но те не проводят довольно самостоятельную политику. Бразилия тоже пытается, посмотрите, даже был президент, который вроде нравился Соединенным Штатам, но оказалось, что и он не очень-то в направлении Соединенных Штатов продвинулся. Сейчас уже президент снова поменялся, и непрерванные отношения с Китайской Народной Республикой, Китайская Народная Республика стала другим центром притяжения. Когда говорят о многополярном мире, это не совсем правильно. Реально, конечно, сейчас два полюса, два центра сил. Это старейший империализм. То, что загнивающий, многие смеялись раньше. В советское время, по-моему, многие хихикали, какое там загнивание, все бы так загнивали. А именно загнивающий, потому что даже право называться мужчиной и женщиной не дает уже этот империализм. Там десятки полов попритумали. Мальчиков заставляют ходить в школу в юбках, девочек изображают из себя мальчиков. То есть, на самом деле, пытаются остановить вообще развитие человечества, в смысле увеличение человечества, то есть просто рождение детей. То, что в этих так называемых семьях, этих придурков, которые однополые браки там пытаются формировать, они же явно не дадут потомство. То есть, если бы все так поступали, был бы крах человечества уже через несколько десятков лет. Но хорошо, что большая часть человечества этим не занимается и далека от этого. Так вот, один центр – это загнивающий империализм, финансовый капитал. Центр финансового капитала, то есть один из признаков, основ империализма – это господство финансового капитала. Финансовый капитал есть банковский капитал, который подчинил себе промышленный капитал. Сращивание банковского промышленного капитала при господстве банковского капитала. То есть этот финансовый капитал Соединенных Штатов, который еще очень влиятельен и будет очень сильно огрызаться, уже огрызается инициировал десятки десятки войн и уже после второй мировой войны погибло уже десятки миллионов человек погибло войнах которые были цене инициированы соединенными штатами их сателлитами их вассалами и второй центр силы это коммунистический китай коммунистический как государство коммунистическое да там тоже некоторые говорят а как это у них что там диктатура полетариата это и прописано у них это и в конституции и уставе партии коммунистической партии китай это прописано но это не только прописано это реализуется на деле конечно там есть еще заигрывание с такими фразами как социалистическая рыночная экономика есть подобное еще и шметки рыночного социализма который еще отошик в чехословакии продавливал да и до него тоже и то что писали у нас советское время так называемые товарники которые готовили эту почву идеологически и антинаучно готовили почву для реставрации капитализма в нашей стране они просто отражали эту тенденцию которая была переходного периода от социализма капитализма нашей стране вот эти товарные и с ними боролись и успешно теоретически боролись тех сторонники непосредственно общественно то что социализм является непосредственно общественным производством мы знаем конечно это михаил васильевич попов это ельмеев множество много-много других представителей этого направления которые идеологически одержали победу то есть в 80-е годы уже было очевидно что теория непосредственно общественного основы основы социализма победила но на практике сожалению победили товарники на то что еще было заложено это основа при хрущеве это их победы и вот сейчас все что в мире происходит в основе своей лежит борьба этих двух центров сил то есть когда говорят о том что много этих центров ну на самом деле два основных центра не полицентризм не многополисность а два центра силы два полюса на одном полюсе капитализм в эпидемистической форме на другом полисе социализм но политически это коммунизм одно экономически это переход от капитализма коммунизм но переход достаточно успешный естественно может быть поражение конечно может быть поражением отлично понимаем что такое возможно но сейчас тенденция идет тому что усиливается коммунистический сектор и называет китайский товарищ на коммунистический сектор экономики и этому способствует противостояние с центром империализма невозможно противостоять империализму если не будут усиливаться коммунистический сектор экономики китая ну и в союзе с буржуазо-демократической россии россия является буржуазо-демократической страной это очень существенно И этот свой статус буржуаза-демократии сейчас отстаивает в борьбе с фашизмом, который насаждается Соединёнными Штатами, насаждён на Украине. В борьбе с фашизмом укрепляется буржуазная демократия в России. И эта буржуаза-демократия усиливает её тенденция в союзничество с коммунистическим Китаем. Вот основное, что я хотел сказать, уважаемые товарищи. Пожалуйста, готовьте вопросы, я готов на них отвечать. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что есть трёхзвенная схема развития исторического процесса. Ирбовладельческая феодальная капиталистическая формация объединяется эксплуататорским и общественным. То есть идёт неэксплуататорская, потом эксплуататорская, снова неэксплуататорская. Можно ли сказать, что вот все эти фазы объединяются товарным хозяйством, и сказать, что именно товарное производство является причиной эксплуататорского общества? Нет, так нельзя сказать. Потому что что является основой? Основой товарное хозяйство является основой только капиталистической формации. Рабовладельческая формация является основой эксплуатации рабов. То есть рабы являются живым орудием труда. А феодальная основа — это отношение вассалитета, ну, прежде всего, земельное отношение, то есть на основе собственности на землю происходит формирование отношения эксплуатации крестьянства. То есть там товарное хозяйство только как момент существует, не как целое. То есть только в капитализме. Капитализм есть такой уровень товарного производства, когда оно становится всеобщим. То есть когда товарное производство охватывает все экономические отношения. Это капитализм. В том числе охватывает куплю-продажу особого товара, товара особого рода рабочая сила. Рабочая сила не продавалась и не покупалась в период рабовладения и в период феодализма. В период рабовладения продавались, покупались сами рабы, а не их рабочая сила. А в период, ну, либо продавались, либо просто отдавались, либо захватывались, потом превращались в рабов, в эпоху феодализма. Ну, были периоды, которые в таких отношениях полурабские, когда могли продавать и покупать самих, ну, например, у нас в стране такое, к сожалению, было. Вот. Ну, продавалась, покупалась земля. Ну, и земля в том числе вместе с теми, кто ее обрабатывал. Ну, и то есть не всегда, не во всех странах это происходило. Поэтому именно только капитализм является товарным производством как таковым. В наиболее развитом виде этого товарного производства, как всеобщее товарное производство. Поэтому так нельзя сказать, что объединяет товарные производства. То есть их объединяет то, что эксплуатируется, то, что работник эксплуатируется хозяином средств производства. Вот это их объединяет. Ну, пока формулируются вопросы, я хотел бы провести такой анонс. Вы, наверное, знаете уже, что фондом в рабочей академии и Невиномысским институтом экономики и управления права издаются собрания сочинений Михаила Васильевича Попова. Вот первый том, вот второй, второй том, третий том. Сейчас в типографии находится четвертый том. Пятый том тоже формируется в печать. Ну и надеемся, что будет сейчас нашими товарищами, которые очень много сделали для этого, больше, чем мы сделали. Товарищ Павлов и товарищ Юрков. Они именно формируют, сканируют работы Михаила Васильевича Попова. Это товарищ Павлов это делает, а товарищ Юрков он редактирует. То есть ответственный редактор он является. То есть большую работу проводят наши товарищи. Ну, а мы свою часть работы делаем. Мы непосредственно издаём. Причём это издание именно с ИСБН. Есть ИСБН. Означает, что эти книги попадают в систему, в всемирную систему регистрации изданных произведений. И также они поступают в РИНС. Причём поступают и в текстовом режиме, можно будет открыть их в системе, российской индексной системе. РИНС. Ну, E-Library, кто знает, сайт E-Library. И он обслуживает вот эту систему российского индекса цитирования, национального цитирования. Так что мы рассчитываем. Да, пятый том – это 81-го работы Михаила Васильевича, 81-82 года. То есть вы представляете, да, первый том – это у нас, это работы. Вот здесь написано. Вот 70-й, видно, да? Вот так, наверное, да? Вот, видно, да? Это 70-й, 75-й год. А пятый том – это 81-й, 82-й год. То есть по прикидкам, ну, наверное, тому в 12, а может и 15. Ну, сейчас зависит, конечно, от того, как наши товарищи, самые ответственные, будут успевать. Это большая работа, требующая много времени. Вот шестой том и последующие тома. В электронном виде как они появятся, мы стараемся в течение месяца их публиковать в бумажном виде. Мы, кроме того, что бумажном виде размещаем на сайте, в доступе есть на сайте нашего института, ну и раньше еще они на сайте фонда рабочей академии, они размещены в электронном виде уже давно. Ну, как давно, уже больше года. Пятый том – недавно. Первый, второй, третий, четвертый тома – раньше были опубликованы. Это так, к сведению. В электронном виде можете сейчас знакомиться. Замечательная работа Михаила Васильевича. И не все они были в обороте активном. Сейчас я уверен, что с публикацией в электронном виде они в обороте будут, ну и с публикацией в бумажном виде. Также эти книги поступают в библиотеки. Библиотеки нашей страны, основные библиотеки. Пожалуйста, вопросы, товарищи. Можно, да? Здравствуйте. У меня вопрос по теме лекции. Тема лекции «Мировая коммунистическая революция». И чем принципиально отличается позиция Троцкого от позиции Ленина? Ведь они и тот, и другой говорили о мировой коммунистической революции. Не могли бы вы, пожалуйста, ответить на этот вопрос? Ну, позиция Ленина научная, позиция Троцкого ненаучная. Это если дать оценку сразу. С точки зрения сторонниками и проводниками революции мировой были как Владимир Ильич Ленин, так и Троцкий. Но подходы в значительной степени просто различаются, а даже стали во многом противоположными. Владимир Ильич Ленин рассматривал мировую революцию, но он писал о социалистической революции, но понятно, что социалистическая – это значит и коммунистическая революция. Как эпоху бурных потрясений, эпоху переворотов, гражданской войны, революции и контрреволюции. То есть мировая революция – это не одна революция, а это много революций в разных странах. Ну и, к сожалению, там есть и контрреволюция, мы это видим, к сожалению, на примере нашей страны, не только нашей страны. Контрреволюция тоже есть. То есть для Владимира Ильича Ленина, как для диалектика, материалиста, для него важно было, чтобы этот процесс шел и шел на основе того, что в одной или нескольких странах произойдет революция. Есть такая работа замечательная, очень маленькая, на одну страницу, о лозунге Соединенных Штатов Европы. Вы слышали о ней, наверное, читали. И в этой работе, и в других работах Владимир Ильич Ленин обосновывал, что из-за усиления неравномерности, которое вызывает империализм, монополистический капитализм, вызывает усиление неравномерности развития стран, и уже не в самых развитых странах одновременно, как это предполагали Маркс и Энгельс, а в одной нескольких, или даже в одной отдельно взятой стране может произойти революция, это еще до 1917 года он писал, может произойти революция, социалистическая революция, затем на основе этой революции, но, конечно, даже страна должна быть крупной достаточно. То есть если произошла бы революция, например, были революции в Венгрии, Венгерская республика была советская, но вы знаете, ее подавили, очень жестоко подавили, была революция в Германии, тоже была жестоко подавлена, Россия советская не смогла протянуть их руку, потому что сама была в борьбе, сама была ослаблена гражданская война, не смогла протянуть руку помощи, а Владимир Личлин не отрицал революционных войн, и то, что Советский Союз, ну, Советская Россия, потом Советский Союз, окажет помощь тем революциям, которые произойдут в других странах. То есть у Строцкого другая позиция, что мировая революция, это вот процесс, который должен идти, и невзирая на, там, в отдельной стране произошла, что это просто эпизод, надо ее всячески стимулировать, во многом, не то, что, так не говорю, что не дожидаясь объективных причин, но стимулировать любым способом революции в других странах. То есть проводить революционные войны без относительного возможности. Кстати говоря, на это и напоролись. Когда война с Польшей-то была, такая идея бродила, что возьмем Варшаву, а там дальше на Берлин в 2020 году. И, к сожалению, Советский Союз тогда потерпел поражение в этой войне. Были десятки тысяч пленных, и пришлось отдать значительную часть территории. Во многом ввели, ну, не то, что это специально, вот задача такая была, но, по крайней мере, такие идеи возникали. И во многом это поражение, к сожалению, под руководством Пухачевского произошло, который воевал во многом без резервов. Гораздо успешнее действовал фронт южнее с меньшими силами, но с большими успехами. Но, к сожалению, потерпели поражение в войне с Польшей и отдали часть территории восточнее, чем линия Керзона. Это линия Керзона, по которой потом в Советском Союзе уже после Великой Отечественной войны была установлена эта линия Керзона. Она до еще была установлена, в 1940 году, еще до Великой Отечественной войны. После поражения Польши в войне с фашистской Германией. Поэтому позиции разные. Это левацкая позиция во многом, невзирая на объективные предпосылки. Владимир Ильич Ленин был за то, чтобы спасти революцию в отдельно взятой стране, в Советской России. И эта позиция Троцкого проявилась на практике. Это не просто идеологические разногласия, проявилась на практике в переговорах по Брестскому миру. Ведь он совершил ужасное. Ему поручила партия провести эти переговоры, возглавить делегацию в Брест-Литовске. И он провалил. Причем самым наглым образом ввел себя нагло. Но там, конечно, не в нем больше причина, а причина в том, что немцы признали германское правительство, австро-венгерское правительство признало полномочия Украинской народной республики, ужасной, которая сдала свою территорию под немцев и под австро-венгров. То есть там чистое предательство было. Они сейчас этим занимаются во многом. Готовы сдать все, что угодно, лишь бы не вместе с Россией эти националисты. Так вот, те националисты уже этим занимались. Но и Троцкий тоже посодействовал тому, чтобы он просто, по сути, прекратил эти переговоры и дал команду, не знаю, какое право он имел, дал команду в Ставку командования о том, чтобы демобилизовать армию. Этот приказ почему-то прошел, хотя у него полномочий таких не было. Не знаю, почему его послушали. Это было просто возмутительно, это серьезнейшее. Потом, после возобновления этих переговоров, потеряли огромные территории. Огромные территории. То есть он, желание разжечь вот эту революционную войну, ему в тылу подкрикивал Бухарин, левые коммунисты, который потом стал правым коммунистом, а отнюдь не коммунистом, которые были против заключения Брестского мира. То есть они, по сути, одно и то же делали разными путями. Троцкий с одной стороны, Бухарин и его сторонники с другой стороны, когда торпедировали переговоры в Бресте против переговоров по перемирию и по заключению мирного договора с Германией, с Австро-Веркой. Вот это на практике проявилось, разное совершенно. А Владимир Ильич Ленин тогда доказывал, очень тяжелая ситуация была, это был первый раз, по-моему, когда голосование было, он не победил в голосовании в ЦК. На совещании в ЦК он меньше голосов, по-моему, 15 голосов, он, позиция Троцкого, по-моему, 16 голосов, позиция Бухарина чуть ли не 30 голосов получила против заключения Брестского мира. Это потом уже, когда немцы стали наступать, одумались некоторые, ну и поддержка Сталина была на стороне Ленина. Позиция Дзержинского во многом сыграла роль. Дзержинский был против Брестского мира, против этих переговоров, но он четко сказал, что если Ленина с нами не будет, а Владимир Ленин угрожал отставкой и обратиться к партийным массам, партийным организациям напрямую, он сказал, что без Ленина мы потерпим поражение, он поддержал позицию, в конечном итоге поддержал позицию Владимира Ленина. вот так тяжело и огромные потери, они дошли, немцы дошли, очень далеко забрались. И те линии, которые еще были, части, которые сопротивлялись, в том числе на Украине, большевики сопротивлялись оккупации германской. То есть националисты сдавали свою территорию, не знаю, как объявляли незалежность, одновременно сдавали территорию. Вот это вообще, это политика предательства, а большевики на Украине боролись против оккупации германской, и на территории России боролись. Вот это и на практике разница, четкая противоположность позиции Владимира Ленина и русского мировой революции. Владимир Ильич и Сталин никогда не отказывались от идеи мировой революции. Но метод, метод другой. То есть у каждого предмета свой метод, у каждого объекта исследования свой метод, не говоря уже о революции. У каждой революции будет свой метод. Был, есть и будет свой метод. У нашей революции свой метод, у китайских другой метод. Я об этом говорил. То они 20 лет практически шли к победе в революции. Пожалуйста, еще вопросы, товарищи. Добрый вечер. Добрый вечер. Одним из лозунгов большевиков в период между февральской и октябрьской революциями был отказ от постоянной армии. Почему же он не был реализован после окончания гражданской войны и интервенции? Он не был реализованный в процессе гражданской войны. Во-первых, я такого лозунга не знаю. Может быть, вы знаете, сошлитесь на какой-то источник. Я не знаю такого лозунга. Создание революционной армии. Владимир Ильич Ленин четко говорил, и товарищи говорили, что всякая революция чего-то стоит, если она умеет защищаться. И одной милицией, милиция – это народное ополчение, конечно, не справились бы, это очевидно совершенно. Владимир Ильич Ленин был элементарно, это было даже для понимания гораздо менее развитых личностей, чем Владимир Ильич Ленин, что только лишь рабочими дружинами и отрядами добровольцев это не сделаешь. Да, отмобилизованная армия, да, первую мобилизацию стали проводить небольшевики. И вообще, как вы знаете, гражданскую войну начали небольшие. Зачем начинать гражданскую войну, если властью большевиков, ну, советской власти, по главе которой ставили большевики, которую организовали большевики, гражданскую войну начали, ясно, что реакционеры, так называемые белые, хотя там были серо-буро-малиновые всякие. И создание армии уже, мы знаем, февраль 18-го года создание Красной Армии. И не отнюдь, только лишь на добровольных началах. Добровольцы — это самые ценные, самые ценные кадры армии, конечно же. Но без мобилизации победить было невозможно. Большевики победили, потому что на стороне большевиков было большинство трудящихся. Потому что мобилизацию они проводили успешно не потому, что они просто организованно это делали. Белики тоже очень организованно проводили мобилизацию, когда им нужно было. дело в том, что когда уже началась гражданская война, ведь против мобилизации хоть белыми, хоть красными выступали крестьяне. Очень не нравилось этой крестьяне и другие слои населения. Но когда те же отряды колчака, дивизии колчака захватили части территории, и то, что они там начали делать, настолько развернули, и Владимир Леонидович об этом писал, что сейчас они увидели, на себе почувствовали, что такое власть помещиков и капиталистов, которые пытаются забрать у них землю, которые пытаются снова садяться им на шею, и власть большевиков. Да, тоже не добрая власть, да, тоже продразверстка, да. Но когда сравнили крестьяне власть белых и красных, большинство из них согласны были мобилизовываться в красные дивизии, в красную армию, и красная армия стала практически пятимиллионной армией, то есть я уверен, что такую армию не победила бы ни одна страна, там, пятимиллионную уже опытную армию, многие из них прошли Первую мировую войну, гражданскую войну, ну, кроме того, что те страны уже отвоевали и демобилизовали во многом свои армии, но больше 14 стран интервентов были побеждены, ведь это не просто гражданская война была, это была интервенция, была интервенция, там, если перечитать эти страны, не знаю, даже для интереса перечислить эти страны, те, которые своих, я не говорю об отдельных там добровольцах, те, которые государство послали, ну, насчитывают там 14, на самом деле, по-моему, больше, были сербские отряды, кстати говоря, сербы на нашей стороне воевали, на стороне белых воевали, и на стороне нашей на стороне красных, то есть в Венгрии, ну, там масса стран просто, в основном это, конечно, Франция, Великобритания, и Япония на Востоке, ну, Соединенные Штаты тоже, но, кроме этого, была, ну, интервенция со стороны Германии, самую большую территорию Германии это взяла, вообще-то, потом, когда они потерпели поражение уже от стран Антанты, то тогда они ушли, и, кстати говоря, интересные факты, что Красная Армия брала Харьков с помощью немецкой армии, ну, тогда в немецкой армии уже, понятно, это уже было после того, как они перемирие подписали, потерпели поражение от Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, но части, были, были части распропагандированы, и там были уже свои советы в частях немецкой армии, которые были на территории Советской России, Советской Украины, и им пообещали, что они будут доставлены в Германию через порты Прибалтики, если за это они заплатят оружие, снаряжение, а части даже помогли против Петлюры, против отрядов Петлюры освобождать Харьков, что-то такие интересные, видите, повороты истории, то есть то воевали с немцами, а немцы помогли Красной Армии, ну понятно, и Красная Армия без них справилась бы с Петлюрой, но а Петлюра, кстати, очень быстро переметнулся от немцев, как и Краснов, от немцев к французам и англичанам, то одним писал и под одних ложился, то под других лег, такие вот националисты за независимость своей страны якобы борются, так что большевики четко стояли на позиции, что армия должна быть настоящей армией, воевать настоящим образом, учиться военному делу надлежащим настоящим образом, пожалуйста, еще вопрос, желательно, чтобы представили, чтобы я мог обращаться по имени, потому что Диану и Вячеславу Михайловичу это я узнаю, не очень хорошо видно, но вот товарищи, представлять по имени хотя бы, по имени отчества желательно, у нас замечательный в русском языке замечательная традиция отчества. Здравствуйте, меня Иван зовут, у меня вопрос во время вашей лекции не сформулировался, вы говорите, что сейчас два полюса, стареющий империализм, который возглавляет Соединенные Штаты и второй центр у нас, двухполярный мир, коммунистический Китай, если у нас один мир был до этого, был коммунистический Советский Союз и империализм, то сейчас в чем коммунистичность Китая проявляется? Сейчас у нас два империалистических мира, ведут они себя одинаково, идеологической разницы не видно. То есть я понял, что вы столько вопросов задаете, сколько пытаетесь утверждать, что Китай является империалистической страной? Нет, я как бы не хочу в это влезть, хотя тоже вопрос очень такой, в чем проявляется, если у нас второй полис коммунистический Китай, в чем проявляется коммунистичность Китая в этом двухполярном противостоянии, она в чем-то проявляется или она ни в чем не проявляется? Коммунистичность вы имеете в виду? Ну да, если у нас был двухполярный мир, когда был Советский Союз, были Соединенные Штаты, было некоторое противостояние. Сейчас идеологического противостояния нет от слова совсем. Почему вы считаете, что нет идеологического противостояния Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки? Я его не вижу, идеологического противостояния. Идеология, но если вы не видите, это не значит, что его нет. Вот я бы этого и хотел. На самом деле, на чем основана идеология Соединенных Штатов? Это буржуазная идеология на уровне, в смысле, на фазе развития именно империализма. То есть они себя считают исключительной страной, которой дано право делать всё, что угодно в мире на основе своих интересов. Какие интересы у Соединённых Штатов? У Соединённых Штатов интересы дальнейшей эксплуатации большей части человечества. То есть Соединённые Штаты потребляют в два раза больше, чем производят. Они, половину от того, что они потребляют, это отобрано у других народов, не у жителей Соединённых Штатов по Мире. Явная буржуазная идеология. В Китае идеология коммунистической партии не буржуазная, идеология коммунистической партии марсистско-ленинская, ну, конечно, с особенностями, как они пишут, с китайской спецификой. Там есть что критиковать, конечно, и вот социалистический рынок, социалистическая рыночная экономика, я об этом говорил. Но это другая идеология. Она не просто называется коммунистическая партия, потому что так хочет называться. Она реально коммунистическая партия, со своими особенностями, конечно, у каждой партии коммунистической свои особенности есть, были и будут. Но они не только не отказывались, они настаивают на том, что у них диктатура партия, у них называется, интересно, народодемократическая диктатура партия, в которой руководит рабочий класс. Это что, не идеология, что ли? Найдите, пожалуйста, диктатуру партия у Соединённых Штатов Америки. Кто? Может быть, Трамп, может, его за это судят сейчас? За идеологию, за то, что он провозглашает диктатуру партия? Нет, конечно. Кроме того, это два полюса. Был Советский Союз, но, к сожалению, Советский Союз, был переходный период уже, по крайней мере, который вы застали. Но я застал, я тоже родился после 1961 года. К сожалению, Советский Союз, который был уже угасающим, представьте себе, что это, если было бы такое же развитие шло, как шло послевоенное, то ясно, что не произошло никакого бы, не дали бы возможности уничтожить Советский Союз, и было бы развитие гигантское просто. Один план переустройства природы чего стоил. До сих пор пользуются этим. Вот мне на юге России, вот обидно ездить, на севере поменьше такого, лесополосы. Кто был на юге, видел на юге, в Воронежской области, не совсем еще юг, в европейской части, лесополосы, которые сажали во многом недоедающие еще школьники, то есть еще очень бедные после войны люди, сажали эти лесополосы для будущих поколений. И сейчас те урожаи, которые есть на юге, почему сохранились черноземы у нас на Ставрополе? Да, потому что лесополосы эти были. А то, что на Украине какие, не просто лесополосы, а целые, то, что мы видим лесополосы узенькие, а вот есть широкие прям леса, такие полосы лесов, которые созданы были на Украине, на юге России, которые изменили микроклимат в лучшую сторону для земледелия и для жизни людей. Если бы так развивалось бы, конечно, к сожалению, сейчас нет Советского Союза, но есть Россия, которая является продолжателем, не просто правоприемником, как мне кажется, является официально продолжателем Советского Союза. Кстати говоря, юридически продолжатель, можно развить это очень большие права продолжателя, но да, не социалистическая страна, да, буржуазно-демократическая страна России. Ну, хорошо, что демократическая, а не как на Украине фашистская. Конечно, Китай сейчас, да, это второй полюс или первый полюс, если с точки зрения прогресса, развитие человечества, это первый центр. И если внимательно читать, вот китайские источники очень непросто читать, ну, даже в переводе на русский я китайским не владею, «Единая судьба человечества». Вы слышали такое от Си Цзиньпина? То есть развивать единую судьбу человечества. Что такое «Единая судьба человечества»? Это коммунизм, конечно. Он должен недоговаривать, но ясно, что он говорит не только на китайскую общественность, не только для китайского народа. Не хочет отпугнуть еще такие буржуазные страны, как Россия, Бразилия, Иран, Сирия, которые являются практически союзническими странами. Очень много критики со стороны так называемых леваков по отношению к Китаю. И так кто не нравится в Китае? И это не нравится в Китае? Анализируйте вы, что там происходит. Реально. Рассмотрите эти сектора экономики, которые мы называем укладами. Но есть коммунистический уклад? Есть. Большой? Ну, достаточно большой, да. Есть капиталистический уклад? Да, конечно, есть. Но там переходный период. И у нас было. Но у нас не было частно-монополистического уклада. Да, у нас такого не было в Советском Союзе. Переходный период. У них есть, да. У них есть монополии. Та же Алиэкспресс. Ну, это же монополия, очевидно, совершенно. Да, какая? Государства? Нет. Частное. Собственники кто? Вот этот, который там рассказывает сказки разные, скорее всего, не он. Он как здесь председатель. Собственники – это японцы из Соединенных Штатов Америки, еще из каких-то стран, основные акционеры Алиэкспресса. Надо анализировать непосредственно Китай. Очень сложно. Это вначале еще эта тема, эти темы еще ждут своих исследователей. Здесь нет готовых еще ответов. Да, кое-что известно, но еще недостаточно для того, чтобы очень сложно, конечно, коммуницировать, потому что, ну, все-таки языковые барьеры очень серьезные. Если мы там английский, французский более-менее знаем, немецкий там, ну, я говорю о разных людях. Если еще по-английски, по-французски я могу что-то читать, и по-китайски, конечно, очень сложно коммуницировать. Но в то же время, да, там коммунистическое государство. Я потому и не ставил вопрос так. Я, то есть, не ставил вопрос, является ли Китай коммунистическим государством, какие тенденции у него внутренние и так далее. Но если мы берем Советский Союз противостояния с характеристическим миром, это было идеологическое противостояние, это была поддержка коммунистических сил в других странах. Эти вещи были. Есть ли сейчас что-то такое, чтобы можно было говорить о противостоянии стареющего империализма во главе с США и коммунистического Китая? Но это противостояние прессиво-экономическое. Это коммунистическая революция. Это противостояние к мировой коммунистической революции. Имеет какое-то отношение? Какие тенденции в этом противостоянии именно на развитие коммунизма, на развитие мировой коммунистической революции? Вот это противостояние есть. Вы имеете в виду, почему китайцы не помогают другим странам осуществлять коммунистические революции или что? Ну, не обязательно помогать. А что они должны делать? Поддерживать какие-нибудь силы коммунистические. Кого? Кого поддерживать? Назовите, кого им надо поддержать. Я попытаюсь ответить вам. Назовите, кого? Какую организацию поддержать? Если мы говорим о противостоянии Китая и США... Хорошо. Какую организацию? Если они даже никого не поддерживают, у них есть противостояние. Вы не путайте противостояния, которые есть как факт экономической жизни и политической жизни. Он факт уже есть. А противостояние экономическое мощнейшее Китая и Соединенных Штатов. Политическое противостояние, вооруженное противостояние. Они не воюют, конечно, но с обеих сторон наращиваются армии. Для того, чтобы противостоять, надо кого-то поддерживать? Геологического противостояния не видно. Если мы говорим об этом противостоянии в контексте развития мировой коммунистической революции, то где мировая коммунистическая революция, где её одолоски... Мировая коммунистическая революция сейчас в своей основе происходит в Китае. Им надо у себя решить эти задачи. У себя построить социализм, как коммунизм в первой фазе его развития. И это будет основа развития мировой коммунистической революции. Это вовсе не значит, что они должны ехать в Латинскую Америку, как Че Гевара, и поднимать там кого-то на коммунистическую революцию. Это без того, чтобы это созрело. А вот созреет, если созреет ситуация в какой-то стране, то надо посмотреть, пока не созрело. Поэтому я спросил, какую организацию, какую страну вы предлагаете им поддержать. Они сейчас готовы поддерживать и буржуазную страну, они сейчас поддерживают Россию. Уже поддерживают тем, что они не осудили там и так далее, и так далее. Буржуазная эта страна не поддерживает, они коммунистических не поддерживают. Почему вы считаете, что они корейскую народно-демократическую республику не поддерживают? У вас есть такие данные? Если бы Китай не поддерживал КНДР, то еще тяжелее было бы в КНДР. Китайская народная республика поддерживает Кубу. Это факты. Они поддерживают Лаос, они взаимодействуют с Вьетнамом, но Вьетнам сам неплохо развивается. Здесь поддержка, вот поддержка в смысле вот давайте поможем, но здесь, вы знаете, когда еще не созрели объективные причины, будет где-то революционная ситуация, будет где-то революция, ну посмотрим, как Китай себя подвести. Китайская коммунистическая парка. Я просто в противостоянии не увидел идеологической части этого противостояния. Нет, ну одни в основе буржуазная идеология, у других коммунистическая идеология. Ну как нет противостояния? Это что, одно и то же, что ли? Экономически они противостоят теми секторами, которые бюджеталистические. И там, и там. Но это ваше утверждение нуждается в дополнительном обосновании. Нет. Так, ну это уже не вопрос и ответы, это уже, так скажем, просто разговор, беседа. Давайте все-таки оставаться в рамках, в режиме вопросов и ответов. Я на ваш вопрос ответил, как считал нужным. Противостояние идеологическое очевидно. В одних в основе буржуазная идеология, которая для других стран неолиберализм, для своей страны вполне себе государственное монополистическое регулирование осуществляет. Идеология государственного монополистического и регулирования на основе на основе кинсианства и неокинсианства. А у других коммунистическая идеология в основе. А то, что у них есть частный сектор, ну и у нас в стороне был частный сектор. А если связывать поддержкой, что противостояние должно выражаться, что они кого-то там еще поддержат, ну, я думаю, что четвертый интернационал не создавать никуда. После победы социализма какая будет иерархия на заводе или на фабрике? Кто будет управлять производством? Ну, социализм у нас уже был, и мы знаем примерно, как это должно быть устроено. То социализм, который у нас был, та форма. Они будут разные, социализмы, как и капитализмы разные, не одинаковый капитализм в Великобритании и в Голландии, в Нидерландах разные. Да, в принципе, это диалектика всеобщего особенного, единичного. То есть в каждой стране будет свое единичное, свой социализм. Поэтому будет тоже по-разному построено и управление на производстве. Но прежде всего надо понимать, что отдельное производство в социализме это интегрированная в единую общественную собственность, в единый общенародный план, общехозяйственный план, то есть всей страны. А если это будет несколько стран, то это возможный план, единый план для нескольких стран, по крайней мере, планы их взаимодействия. Поэтому важно, прежде всего, как будет управляться в целом экономика страны или экономика нескольких социалистических стран. А внутри, конечно, будет управление, будут обязательно разделения труда еще не будет преодолено. В смысле, не будет еще того, как в полном коммунизме, где гармоничное сочетание умственного и физического, конечно, будет разделение, будут управляющие, будут начальники, будут подчиненные. Но в то же время, вот что было недостаточно реализовано у нас в Советском Союзе, и что недостаточно реализуется сейчас, я думаю, и в Китае, в других странах, это, начиная с рабочего контроля, это управление со стороны рабочий контроль и дальше управление со стороны рабочих, которые должны на производстве, с одной стороны, подчиняться, непосредственно в технологии, что касается, но с точки зрения отношений, производственных отношений, в том числе и массовое участие трудящихся в управлении должно быть. Вот если было бы развито это массовое участие трудящихся в управлении, которое у нас развивалось с 20-е годы и 30-е очень красиво, и перед войной, конечно, в результате объективных причин было во многом уменьшено это участие трудящихся в управлении, если бы у нас было эффективно участие трудящихся в управлении, тогда бы социализм наверняка бы не удалось уничтожить в нашей стране. То есть, да, общественное самоуправление должно быть на производстве, но не общественное самоуправление в смысле частной собственности отдельного коллектива на средства производства, ни в коем случае, а управление предприятием со стороны рабочих, других работников, но рабочих как наиболее заинтересованных в развитии производства, потому что только рабочие не могут улучшить своих условий труда и жизни, не улучшая при этом условия труда и жизни другого оставшейся части населения. Это объективно. Рабочий не может лучше жить, если при этом будет ухудшаться жизнь учителей, докторов, которые будут лечить их детей и их самих. То есть, рабочий единственный класс, который заинтересован в улучшении не только своего положения, но и положения всех остальных членов общества. Я не имею в виду, в данном случае, капитализм, где есть противостояние буржуазии, я имею в виду уже социалистическое общество, где рабочий класс всё-таки одновременно, здесь противоречие объективное, которое очень хорошо показано в книге «Планомерное разрешение противоречий». Социализма, как первой фазы коммунизма, Михаила Васильевича Павкова, это противоречие бесклассовой природы коммунизма и моментов классовости, которые сохраняются в условиях социализма. То есть рабочие ещё будут, и рабочие должны контролировать процесс с точки зрения и распределения, и заработной платы, и условий труда, чтобы не злоупотребляли руководители своим положением. Чтобы они не отдалялись от трудящихся. Пожалуйста, ещё вопрос. Да, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести собрание сочинений Михаила Васильевича? На сайте ФРА можно только электронную версию скачать. Да, вы правы, скачать электронную версию. Ну, кому нужно читать, этого достаточно. Приобрести, к сожалению, пока невозможно. Продажи этого не будет. Пока не будет. Пока мы идём небольшим тиражом. Задача сформировать все тома. Потом уже, я уверен, то ли по подписке сделаем, то ли мы сделаем, то ли другие товарищи это сделают. Можно будет напечатать ещё новое издание. И тогда уже можно по подписке товарищам по цене, которая не предполагает там какую-то прибыль. То есть по себестоимости, я думаю, это можно будет и, ну не то что продавать, но по подписке распространять. Имеется в виду, кто подписался, посчитать, сколько человек этого хотят. Ну и тираж сделать такой, плюс ещё раз в два больше, чем по подписке. Это можно будет сделать, но я не думаю, что это будет скоро, потому что легче печатать, быстрее можно это делать, печатать, чем именно сканировать работы и редактировать. Вот этой работой, которой занимается товарищ Павлов, товарищ Юрков, это самая большая часть работы. Огромная работа, им большая благодарность, признательность за то, что они замечательную работу делают. Труды выдающегося идеолога рабочего класса Михаила Васильевича Попова позволяют дать им вторую жизнь в виде вот… Я не знаю, вот если можете назвать где-то ещё, что издаётся собрание сочинений именно вот идеолога рабочего класса. Я думаю, что нигде этого не делается. Я не говорю там про то, что отдельные там лидеры каких-то там партий и что-то собрание своих статей где-то там чиснули в нескольких томах. А здесь действительно должно быть фундаментальное, все предпосылки к этому есть, должно быть фундаментальное издание. Но тут не все работы войдут, то есть я думаю, что сейчас очень сложно собрать все работы. Михаилу Васильевичу сложно собрать, наверное, все свои работы, потому что у него более трёхсот, пятидесяти работ. Это очень непросто. Но самые главные работы, просто главные, но всё, что можно собрать, товарищи это делают и делают замечательно. Очень большое спасибо. Спасибо большое, товарищи. До свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»